Субтитры делал DimaTorzok Дискриминации нету. Если не дай бог, вас здесь побили. Побили хорошенечко. Как можно остаться в Америке, кроме брака? Всем добрый день. Сегодня с нами специальный гость, мистер Атабек. Расскажет свою историю и расскажет, как он переехал в Америку и чем он занимается. С удовольствием. Спасибо тебе, Верик. Конечно. Атабек, у тебя свое шоу. Расскажи немножко про него и как ты к нему пришел и как ты на него попал. Итак, начнем с того, что я приехал в Америку два с половиной года назад на пике популярности в своей стране, в Узбекистане. Я там был киноактером, журналистом и плюс юристом. Как юрист я обслуживал пять компаний, крупнейших компаний, иностранных компаний в Узбекистане. Как журналист я брал интервью у всех мировых звезд, которые приезжали в Узбекистан. Как актер я исполнил 59 ролей в кинематографе. Ну, играю обычно негодяев, но в жизни я не такой, сразу скажу. И приехал я сюда из-за того, что, скажем так, все меня назвали сумасшедшим, когда я приехал в Америку. Обычно зачем приезжать в Америку? В основном стереотипы, бабки заработать. Да. Так у меня там неплохо было. Я до сих пор зарабатываю здесь столько, сколько я в Узбекистане зарабатывал. То есть в Узбекистане я зарабатывал в трое раза больше, чем сейчас здесь в Америке. И переехал я только по одной причине. Я начал ударяться об творческий потолок. Мне надо было развиваться. Я хотел расти. Я считал, что да. Потому что играю в кино супер. Снимаюсь в клипах классно. Беру интервью у мировых знамениц, которые приезжают в Ташкент. Это был Иеньо Мориконе, мировой композитор. Сам понимаешь, это Спрута, это Капитан Катанио. Это однажды в Америке писал он именно эти все композиции. Это и Тотоку Туньо, это и Альбано. Но у всех у них брал интервью. И было супер. Не жизнь, а сказка. Но этого мне было недостаточно. Я решил вот просто раз и переехать в Америку. И я, конечно, об этом очень много раз жалел потом. Но это уже другое. Сегодня ты жалеешь? Нет, абсолютно. Попал один на одно шоу в Узбекистане. Кульдарный поединок. И там очень популярная актриса у меня спросила. Креста была в прошлом году. А ты говорила, сколько вам лет? Я говорю, возраст пророка Христа. Я это сказал на узбекском. Она услышала слово пророк, а Христа не услышала. Она подумала, что пророка Мухаммеда. А ему было 63, когда он был. Она говорит, что вам 63? Приехав в Америку, на третий день меня пригласили на интервью. Это радио русская реклама. Здесь одно из самых популярнейших радио во всей Америке, среди русскоязычного населения. Потому что их газета, русская реклама, это самая первая русскоязычная газета во всем Нью-Йорке. Это еще при второй волне эмиграции, когда Горбачев объявил о перестройке. Это конец 80-х годов. И вот на фоне этой газеты открылось радио. То есть бренд уже есть, поэтому с радио раскруткой проблем не было вообще. Благодаря этой газете любой эмигрант из бывшего Советского Союза может найти работу, место, чтобы пожить, аренда и так далее. То есть не проблема. Все, приезжая сюда, сразу открывают русскую рекламу. И вот я работаю на этом радио. То есть под названием радио русская реклама. Меня пригласили как популярного человека на утреннее шоу. И было у нас двухчасовое интервью. Интервью было, ну, интересное, потому что ведущие были очень подготовленные, интересные ведущие, профессионалы своего дела. И было огромное количество звонков и смс. Ну, я подумал, что, скорее всего, такое оно и есть каждый день. Но не всегда, оказывается, такое бывает. И сказали, что была заинтересована аудиторией, вот начали звонить. Я оттуда ушел после интервью. Ну, а что еще там? И буквально через неделю-две мне позвонили, сказали. Наш шеф вас слушал. Ему очень понравилось все, как вы говорите. Если вы хотите, мы можем вам открыть свое шоу на радио. Я сказал, да и ни в коем случае. Зачем мне это надо? Я сказал, не, не, не. Я говорю, а что? Радио – это самая неблагодарная работа. Самая ответственная. Сложная, но мне неблагодарная. Ответственная, потому что ты не имеешь права на ошибку. Там прямой эфир. Сложная, потому что среди всех отраслей медиа сложнее не бывает. А что на телевидении выступил? Что-то не то. Срежьте, пожалуйста. Окей, срезали, смонтировали. На радио так нет. Не бывает такого. Потому что там как сапер. Ты можешь ошибиться ровно один раз. И позор до конца жизни. А третье. Как в театре. Конечно. А неблагодарная почему? Потому что, ну, кто тебя знает? По твоему голосу, что мне там будут узнавать шоферы Бруклина? Вот, таксисты. Я сказал, нет, мне такое не надо. Я же привык, что на телевидении всегда, что на экранах всегда. Ну, а что? Крутой. Да, да, да. Ну, как бы этот нарциссизм немножечко преобладал, скажем так. А что? Вот. И я отказался. Они пару раз позвонили, сказали, что предложение в силе. И вдруг получилось так, что приехал мой наставник в Нью-Йорк в творческой встрече. Это был Владимир Познер. Владимир Владимирович Познер. Ему на днях исполнилось 85. Вот это легендарный тележурналист, рожденный во Франции, работавший в Америке, сейчас живущий в России. И как раз я с ним проводил интервью. Он мне говорит, ну, что ты здесь, как? Где будешь работать? Я говорю, ну, сейчас пригласили на радио, но я не хочу. Ну, почему? Я говорю, да, ну, такая неблагодарная работа. Он говорит, значит, так, послушай меня внимательно. Если ты хочешь, чтобы в любой сфере медиа тебе вот так вот удавалось, поработай на радио. Он сказал, я работал на радио больше 30 лет. Теперь мне не страшно ни телевидение, ничего. Хоть куда, пожалуйста. Потому что радио – это шикарная школа. Пройдешь ее, у тебя будет телебудущее, медиа-будущее. И после этих слов мэтра, ну, что я должен был сделать? Я согласился. Ну, третий год, вот почти уже третий год, вот, 1 ноября будет третий год. Так, это открыто мое шоу «Восточный экспресс». И слава богу, пошло-поехало. Я там выработал свой стиль. То есть там первоначально было такое, там что-нибудь такое умное, познавательное. Но, конечно, никому не надо. А потом всем нужен юмор, фан. А я не могу таким дешевым юмором пользоваться. Я объединил юмор и знания в одном. Афоризмы, пожалуйста, но только должны быть смешные афоризмы. Понимаешь? И вот, пожалуйста, сейчас моя передача «Радио Байшоу» входит в пятерку самых, скажем, лучших прослушиваемых радио-шоу в Нью-Йорке. Я очень благодарен Богу, судьбе и всем, кто меня слушает. Поздравляю. И по здоровью. И по здоровью, конечно. Я его подрал, кстати, с днём рождением. Вот так вот я приехал. Было очень сложно, конечно. Адобе, каким бизнесом ты считаешь, стоит заниматься в Америке? Мне кажется, тут все дороги, пути открыты. На самом деле, в Америке, в первоначале, когда приезжаешь, можно работать в любой сфере. Здесь ничего не западло. И всё зависит от того, что, во-первых, в чём ты разбираешься, например, ресторан и бизнес. В Нашу Успекистану здесь нам открыли супермаркет «Ташкент» на Брайтоне. Справа и слева огромные супермаркеты. Но они открыли, не побоялись. И они сейчас там номер один. Они завоевали весь этот рынок. Их даже пытались там взорвать, там, закидывать к ним через мотоцикл какие-то там петарды, бомбы. Настолько они хорошо разбились, понимаешь? Это зависит от каждого человека, от того комьюнити, который он представляет, и в том, что он, ещё раз повторюсь, занимает, чем он занимается. Я недавно был в Алабаме, меня пригласили, чтобы я раскрутил бизнес наших узбекистанцев. У них alterations, то есть это, знаешь, если у тебя, там, костюм, скажем, длинный, они тебе его подшивают. Так у них огромную фирму они сделали на весь штат, и весь штат ходят к ним, понимаешь? Там, кроме них, больше других узбекистанцев нет. Американцы к ним ходят и обожают их, понимаете? Потому что они хорошо делают своё дело. Да, хотя конкуренты там страшные, потому что там китайцы, например, на каждом шагу делают это в 10 раз дешевле, в 10 раз быстрее. Ну, пока что-то тоже. Ну, не очень, да. Скажи. Америка для каждого человека или Нью-Йорк для каждого человека? Нью-Йорк для каждого человека. Я думаю, так. Потому что в Нью-Йорке ты даже можешь не знать языка английского, жить в своём комьюнити и знать только свой родной язык. Это не проблема, потому что здесь всё вот так вот, скажем, порайонно. Если ты, например, скажем, Одессит, или там, ну, скажем так, из Украины, ну, пожалуйста, в этот район там одни живут украинцы. Русские, вот там таджики, вот там казахи, вот там узвеки, вот там. Ты хочешь всё-таки попасть в этот котёл американский, поработать с американцами, что я рекомендую крайне. Субтитры сделал DimaTorzok Одебек, у тебя очень большой Ютуб-канал. Свой. Сколько у тебя подписчиков? На сегодняшний день 102 тысячи. 102 тысячи. Это я последние два года, занимаюсь тем, что это блогинг, снимаю различные видеоролики о США, потому что это потрясающая страна, с интереснейшей историей и с огромным количеством исторических достопримечательностей. Ну, их настолько, их много, и каждая из них настолько необычная. Вот в самом Нью-Йорке официально больше 200 официальных мест исторических, которые нужно посетить. 200, понимаешь, это значит 200 роликов. Вот на сегодняшний день у меня больше 500 роликов на моём канале. Каждый раз езжу в какой-то штат, стараюсь там что-то снять. Ты снимаешь сам или ты снимаешь с кем-то? Стараюсь с кем-то. Ну, когда никого нет, например, вот в Киеве я один оказался буквально на этом острове. Ну, пришлось уже как-то самому. Три слова об Америке, которые бы они хотели сказать тем, кто ещё здесь не был. Нормально, как ты думаешь? Попробуем? Давай. Пожалуйста, скажи нам три слова для людей, которые никогда не были в Америке раньше, но, может быть, они имеют планы, чтобы посетить в США. Хороший воздух, хорошие люди, хорошие деньги. Хороший воздух и деньги. О, хорошо, спасибо. Как-то недавно ездил в Бостон, чтобы снимать 7 интересных фактов про Гарвардский университет. А там вообще никого не было. А надо было снять ролик про вот этот мост знаменитый, Гарвардский. Вот, как его изобрели студенты. Вот, и новую единицу измерения. Потому что потрясающая история. А никого не было. Холодно. Вот, я стоял и ждал. Может, кто-нибудь пройдёт. Вот, проходили люди, но не все соглашались. Но кто-то согласился, такой же энтузиаст, как я. И вот, благодаря ему, я говорю, ну, вы же всё равно проходите по-моему, да. Ну, пройдите вместе со мной, просто держите мою камеру, да. И вот так вот снял на русском языке. Стоял и ждал, кто-нибудь, может, на обратку пойдёт. Дождался на узбекском языке. Потом опять дождался. Надо же ещё промо-ролик снять минутный для Инстаграм. И вот так вот я прождал там 7 часов. Холод был невероятный. Я всегда говорю так, когда снимаешь ролик, даже если очень холодно, верхнюю одежду нужно снимать. Потому что это, как бы, ну, уважение к аудитории. Я всегда, как бы, театральный актёр, из актёрской среды. Есть понятие уважения сцены, уважения экрана, уважения зрителя. Как бы холода не было, будьте добры, снимайте верхнюю одежду, да. Я снимал ролик как-то про Чикаго, и там было минус 16. Я снял куртку, и в одном пиджаке всё рассказывал, ходил. В округе американцы, они назвали меня crazy, сказали, сумасшедшим. Говорят, простуда у тебя будет, я говорю, ну, ничего страшного. За туда надо снимать ролик. А там, когда я ждал на Гарвардском мосту, я был в куртке. И все, кто меня знали, сказали, видимо, было слишком холодно, что это век не снял, я снял одежду. Что? 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 Я бы поставил diversity, коммунити, и коммунити. И чем тебе, Кенди? Моя должно бытьсть у меня, наверно у меня, наверно? Довершится? У esses возможностей и опытом – это это очень хорошо. Ну, своей нибудь – это не только люди, Basically, такие любовь, они Energium, кем-то Growлค. Какие люди, о которой жить в городе, будут много нитроныorted. Один д fanчик может разумеваться несколько нестер tá двенцами. Где ты из-за этого? Я из Брюклэда Ты из-за этого, а твои родители? Мой папа из Японии И моя мама из Филиппи Как тебе? Я из Лонг-Илланды, и двои мои родители из Филиппи Спасибо! Ты очень хорошая пара В плане людей В плане всего абсолютно В плане работы Развлечений Не будем перечислять кинеразвлечения У нас уже было интервью Мы разговаривали с многими людьми И говорят, в Нью-Йорке нет того, чего нет Здесь есть все Есть все для любого человека Не важно, ходит ли он в театр На мюзикл Или курит траву Не важно что, каждый из себя может найти Сколько людей из Узбекистана Проживают в Нью-Йорке и во всей Америке? Ты знаешь, огромное количество Сделать официальный подсчет Практически невозможно, потому что По Грин-карте только проезжают Каждый год по 5 тысяч человек По Грин-карте Но есть такая тенденция Проезжают по туристической визе По студенческой визе Ну что греха таить Скорее всего и через Мексику переходит И через Кубу переплывает, наверное Вот я недавно был на острове Ки-Уэст Прямо на границе с Кубой Оттуда, говорят, переплывают тоже Встретил своих, да? Не-не, я там не встретил Хотя говорят, что кур доят И коровы несут яйца Поэтому не знаю точно Но Прилив Иммиграционный Очень крутой Поэтому По слухам, скажем так По тем, что Я слышал, больше одного миллиона Во всей Америке Вот так Иногда удивляюсь, честно На днях мне позвонили с Оклахомы Говорят, мы бы хотели вас Кстати, я здесь работаю ведущим На свадьбах Я веду свадьбы По вечерам И То, что по Нью-Йорку Это понятно Все удивляются Я же ставлю всегда пост В Инстаграме, Фейсбуке Сегодня работаем в Нью-Йорке, да? Все говорят, так много узбеков Вы каждую пятницу Субботу проводите свадьбы На каждой свадьбе По 300-400 человек Вы сами понимаете, да? То есть это Насколько огромный поток Это ладно Но я же Я жил в другие штаты На прошлой неделе Я был на острове Ки-Уэст Там я уже во второй раз И провожу свадьбу Там огромная свадьба На почти 250 человек Вот А на следующей неделе Еду в Оклахому Я говорю, что и там наши? Да, здесь большой комьюнити Поэтому я Практически все штаты объездил Практически Кроме Гавайи Наверное И Аляски Туда я уже хочу поехать сам Потому что в Гавайях Есть Узбекский ресторан И вообще я мечтаю Поехать в этот угол Мощный ресторан И это В США Да Для людей, которые никогда не здесь Окей Какое-то специальное Я бы сказать Диверс Диверс? Да Компликатый 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 И И Я не знаю Твоя идея на вирусное видео, какую бы ты дал? Ну, это все очень индивидуально, очень индивидуально. Я, например, начал с чего? Семь фактов о том и семь способов того, как получить туристическую визу в США. Я сделал это в виде документального, развлекательного, интереснейшего фильма. Вот так. Буквально шестнадцатиминутный ролик. Вот раз оно пошло, поехало. И плюс, это меня избавило от заботы того, что мне постоянно пишут мои знакомые, родственники, друзья. А как поехать в Америку? Я говорю, как я приехал, вы точно не приедете. Потому что я получил как творческий человек. Не все же творчеством занимаются. И я всем отправляю вот этот рынок. Вот, пожалуйста. Но мы уже его смотрели. Говорю, а другими я вам помочь не могу. Я не консул миграционный. Поэтому надо взять ту тему, которая на злобу дня. Что именно вас, вашу аудиторию интересует. Ну, исключительно из этого. Надо изучить среди маркетинга. И когда меня постоянно беспокоили, вот именно с одинаковым вопросом, люди с различных точек планеты. Я решил сделать это видео. И не ошибся. Ошибся с партнеркой. Я вот первоначально ошибся с партнеркой. Я подписался на этих мошенников. Юла называется. Они забирали 30% моего дохода. Я знал, что они забирают. Но проблема была в том, что у меня резко упал уровень подписчиков. Просмотры в 10 раз сократились. Знаете, почему? Я этого не знал. Но теперь я имею в виду. Нельзя удалять видео из своего канала. А ты удалял? А я удалял, да. Я удалял. А зачем? Ну, удалил, потому что, скажем так. Что-то не по нам. Что-то хотел. Ну, да. Ну, например, вот я снимал. У нас есть Бернарда Гариева. Это легендарная балерина. Ей 86 лет. Она до сих пор прыгает. Вот. Пляшет. Я про ее школу снимал ролик. И там, оказывается, оказалась девочка, которая по ней ходит в школу. А родители ее не знали об этом. И она мне через фейсбук вышла. Говорит, пожалуйста, удалите это. Говорит. Не дай бог, потом узнают. Меня прибьют. И я это удалил, например. Ну, вот. Вот. И вы себе не представляете. Вот в 10 раз упал уровень у меня просмотров. После этого. Я восстанавливался в течение полугода. У меня 100 тысяч должно было быть давно. У меня из-за этого в 10 раз упало. На полгода был тормоз. Не удаляйте видео. Кто твой самый любимый блогер? Знаешь... Это все написано, да? Да. Это записано. А тогда надо что-то другое назвать. Я могу выключить? Нет. Нам интересно. Нам очень интересно. Сань. Знаешь, я иногда смотрю друзья. Да. Иногда. Но он меня очень часто разочаровывает. Угу. У меня было часто предложение того, чтобы вести в его стиле интервью. Я сказал, я это себе никогда не позволю. Потому что, во-первых, он через мат разговаривает. Угу. Я не могу это через мат. Угу. 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 Валентабиб. Валентабиб. Что, в переводе означает, если ты сам переболел этой болезнью. Да? То прекрасно знаешь, как можно вылечиться. Больше чем сам врач. Потому что, ты через это прошёл. Поэтому, если ты видишь человека в такой же ситуации находится. в плане иммиграции, в плане работы, в плане языка, хотя бы посоветуй. Посоветуй, что ни в коем случае не делаю вот так, а вот так. Потому что я это пробовал, это не получилось. И потом пришлось делать через этот способ. Поэтому надо помогать. Когда ребята приезжают на девушке по студенческой визе, им легче эту визу потом пересделывать под рабочую визу, скажем так, или под другую визу. А вот когда они приезжают по work and travel, это очень сложно. Они должны визу переделать на туристическую, а потом уже туристическую, на какую-то рабочую. То есть это намного сложнее. Поэтому очень многие остаются здесь, потому что видят свое американское визу. Особенно по студентам славится штат Чикаго. В Чикаго огромное количество школ по изучению английского языка, и они им дают вот эти вот визы, именно студенческие визы. Поэтому штат Чикаго в этом плане он рекордсмен. Очень много наших там. Как можно остаться в Америке кроме брака? Самый лучший способ это брак. Потому что, во-первых, ты обретаешь свою половинку и это твоя семья. А семью надо делать всегда. Мы не можем всю жизнь жить одни. Поэтому самый лучший, я имею в виду не фейк брак, а вообще реальный, нормальный брак. Он встретил свою половинку и вот оно все. Если вы творческая личность, например, как я, вы можете сдать на экстраординарную личность. Это называется О-1, О-2. Америка ищет по всему миру таланты и дает им все условия для того, чтобы они здесь работали. Именно творческим людям здесь огромные условия. Если у вас есть достижения в своей стране, достижения за рубежом, а также достижения здесь на территории Америки, то вам дадут эту первоначально рабочую визу, а на основании этого вам дадут еще и грин-карт. Через сколько лет? Это очень быстро решается. За полгода дается рабочая виза. Потом сразу, как получаете рабочую визу, вы моментально можете сдать документы на грин-карт. Пожалуйста. Сама работа может вам дать, скажем, где вы работаете, если вы работаете в такой престижной нормальной компании. Она также вам может сделать рабочую визу в последующей грин-карт. Также. Затем, каждый год 1 апреля все сдают на рабочую визу. То есть для этого у них человек должен быть в легальном статусе и должен работать в нормальной компании. Она дает ему, скажем, рекомендацию, что он работает здесь, что этот специалист нужен. Но количество виз ограничено, если не ошибаюсь, 60 тысяч всего лишь виз выдается каждый год. И надо сдавать документы 1 апреля. Вот так вот. Поэтому это следующий способ. Потом еще есть такие способы, как политическое убежище по разным причинам. Например, если война на территории вашей страны или вас что-то там политическим мотивом не устраивает что-то. Я не специалист в этой области, но я знаю, что по этому направлению тоже люди получают здесь вид на жительство. Ты можешь что-то посоветовать, куда обратиться, кому позвонить, какого-нибудь адвоката? Да, конечно, без проблем. У меня есть очень хороший адвокат, которого беспокоит его авторитет. Я работаю с людьми, которым есть что-то терять. Потому что очень много, к сожалению, здесь мошенников. Очень много, слишком много. Причем, знаете, что они выходят из наших же стран. Вот из наших же стран они выходят. К сожалению, у меня есть такой опыт. Да? Да. Поэтому я могу... Стэнс Матрицкий. Очень хороший адвокат. Вот. Я Стэнс Матрицкий. Да. Он очень известный. Он в основном работает и с Падоговорящими, и с нашими. Профессионал своего дела. Да, Падоговорящие. А почему я его Стэнс Матрицкий? Да, я могу порекомендовать его. Вот. Затем здесь еще есть такая грин-карта. Если не дай бог вас здесь побили. Побили хорошенечко. Причем с фактом того, что применяли, скажем, угрожали вам оружием. Огнестрельным, либо холодным. То на основании этого также можно получить здесь грин-карту. Это ввел еще Марк Обама. Вот. Способов очень много. Вот. Но... Каждый способ должен быть легальный. Непридуманный. Из пальца не высосанный. Потому что американцы очень доверчивые люди. Но если они поймут, что вы врете, они вам никогда этого не простят. Это место называется Дамбо. Здесь недалеко Бруклинский мост. Самый первый подвесной мост в мире на всю историю человечества. Был построен в 1883 году. Это является одной из визитных карточек Нью-Йорка. Он соединяет... Проблема была в том, что когда его только построили, люди боялись по ним отводить. И тогда мэр города принял очень нестандартное решение. Он провел по этому мосту целую стаю слонов из цирка. Они прошлись. Десять тысяч человек пришлось посмотреть на это зрелище. А потом мы поняли, что, оказывается, английская пословица работает. То есть, которая звучит следующим образом. Девилл не так черный, как он рисует. Еще в переводе означает, не самый страшный черт, как его молюет. Это то место, когда я в депрессии. Я прихожу сюда. Понимаю, что в каком красивом городе же. В каком красивом стране. Чищаю я сам себя. И начинаю выходить из депрессии. Да, выходить из депрессии. Я побывал в 59 государствах. Я пожил в пяти странах мира. Это моя пятая страна, где я живу. Я выбрал именно эту страну. Узбекский сериал. Я играл одного предпринимателя. В Америке. Да, в Америке, да. Давно уехавшего из Узбекистана. Который получил политическое убежище. И как бы здесь проживает. И вот там я сказал, Герои этого сериала. Америка это страна приезжих. На что некоторые мои же как бы сограждане обиделись. На что, мы приезжие? Я сказал, да. И даже те, которые американцы родились здесь, они тоже приезжие. Здесь свое население коренное. И это индейцы. Которого здесь очень мало. Ну, вы понимаете. По истории, я думаю, не стоит это напоминать. Все изучали историю Америки хотя бы. В общем. Вот. То есть, это страна иммигрантов. Поэтому здесь нет национальности. Здесь нет, скажем так, определенной этнической принадлежности или религиозной. Будь хоть кем. Мусульманином. Католиком. Атеистом. Пожалуйста. Тебя будут уважать в любом случае. Имей, скажем так, любой пол. Мужчина ты женщина. Никакой дискриминации нет. Самое главное смотрят на тебя как на человека. А это же самое главное. messed… Здесь нет Мусульманинения… Мужчины… Удивительно, например, Мусульманин пき今, В любом случае ты можешь всегда найти что-то круто делать, как хорошие люди, это высокая энергия, ты знаешь? О, господи! Меда! 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 Я должен сказать возможность. Есть много возможностей здесь. Диверситет. Любовь, я не знаю. Есть много любви здесь. Я люблю людей. Это специальный место для любви? Нью-Йорк? Нью-Йорк, ты действительно найдешь любовь здесь. Есть много разных типов культур, разных людей. Я чувствую, что ты можешь привести к любому, что тебе подходит. Потому что это здесь. Спасибо. 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 Атабеку за его сегодняшний день. Всегда пожалуйста. За то, что он провел его с нами. За то, что мы погуляли по Дамбо, опрашивали людей. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Не забудьте нажать на колокольчик. И для вас мы делаем этот контент. И если у вас есть интересная история. Если вы хотите рассказать про себя. Или кого-то посоветовать нам. Пишите. Задавайте вопросы. Как говорил Элла Уэс Пресли. Now or never. Сейчас или никогда. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. IM列 هROи В тренд center,attackец. canvas.